Под крышей дома своего. Спустя несколько лет судебных разбирательств, сироте из МИАСа выдали квартиру. Сегодня Зарина Исламова первый раз открыла дверь собственного жилья. Больше года назад мы рассказывали историю о сироте Зарине Исламовой. Родители девочки лишили родительских прав. По окончании детского дома «Радуга» ей должны были выделить жилплощадь. Согласно закону, лицо старшего беспопечения родителей вправе претендовать на жилье по окончании общеобразовательного учреждения. То есть, по окончании школы, допустим, когда она закончила это образовательное учреждение, скажем так, детский дом, то, в принципе, государство обязано было ее обеспечить жильем. С этим письмом, с этой просьбой обратиться к администрации. Администрация МИАСа объясняла, что в бюджете нет средств на жилье для сироты. Но, по словам юриста, это прямое нарушение конституционного права девушки. Именно поэтому дело перешло в суд. В связи с этим я был вынужден обратиться в суд. Эти процессы у меня уже не один процесс. Я и в Челябинске уже заселился, двух сирот. Так что суд пошел на встречу. Сегодня Зарина Исламова получила законную жилплощадь. В квартиру в новом доме по улице Вернадского девушка пришла с адвокатом Айдаром Кучуковым, который все это время помогал ей. Зарина поделилась впечатлениями с нашей съемочной группой. Я очень рада, что получила квартиру. Хотела бы сказать спасибо Айдару Гавжалиловичу, своим родным, то, что помогли мне все, ну и администрации. Квартира в очень хорошем состоянии. Я рада. Собственную квартиру по адресу Вернадского, 58, Зарина въедет, когда окончат учебу в МИАСском педагогическом колледже. Всего в этот дом поселится 17 сирот. В ближайшее время все они переступят пороги своих новых квартир. Продолжение следует...